Всем привет, с вами Артём. Недавно в интернете появилась информация о том, что ВКонтакте собирается силушкой богатырской потягаться с YouTube Gaming и Twitch. Да, во ВКонтакте собираются запустить возможность стримить игры. У некоторых популярных блогеров и стримеров уже появилась такая возможность, но только в виде бета-версии. Что из себя будет представлять этот сервис, и сможет ли он встать в один ряд с Twitch или YouTube Gaming, как будто YouTube Gaming стоит в один ряд с Twitch. Вот это мы и разберём. Итак, читаю текст новости. Возможности социальной сети ВКонтакте расширятся поддержкой прямых трансляций видеоигр. По задумке геймеры смогут наблюдать за игрой видеоблогеров как в браузерной версии сети, так и в мобильных приложениях. В первую очередь новый функционал рассчитан на любителей киберспорта. Поскольку киберспортсмены и команды часто собирают большой список поклонников на своих страницах и в сообществах, им больше не придётся покидать площадку для просмотра трансляций тех или иных соревнований. По окончанию трансляции, как сообщается в блоге соцсети, её можно будет просмотреть в записи. Грубо говоря, абсолютно так же, как на YouTube, так и на Twitch. Для самих спортсменов новый функционал станет дополнительным источником дохода. Для авторов контента будет доступно два варианта извлечения прибыли – пожертвования фанатов и часть дохода от видеорекламы, встроенной в трансляции. Это, опять же, больше напоминает именно YouTube гейминг, нежели Twitch. Дело в том, что процент с рекламы на Twitch можно получать только если у тебя есть партнёрская программа, которую не так уж и легко получить, в отличие от того же YouTube. В настоящий момент весь функционал ещё тестируется. К тестам планируется допустить популярных киберспортсменов из России и СНГ, а после официального запуска сервис будет доступен всем. Полный список функций трансляций пока неизвестен, однако разработчики пообещали предоставить возможность использовать весь функционал социальной сети. При этом специалисты ратуют за то, чтобы ввести ряд функций для удобства пользователей и интерактивности. К примеру, оповещение о начале трансляции. Ну, оповещение есть как и у YouTube, так и у Twitch. Итак, я попробую взглянуть на всю эту историю с трёх сторон. Со стороны скепсиса, с оптимистической стороны и со стороны практики. Начнём со скепсиса. Почему это не сработает? На данный момент, судя из текста, основная целью ВКонтакте это привлечь киберспортсменов. Вопрос. Нахрена это нужно киберспортсменам, если есть Twitch? На YouTube Gaming-то толком не встретишь про-игроков в больших количествах. Ну, кроме всяких вырезок из чемпионатов с крутыми моментами и прямых официальных трансляций, например, ASL или International. Ну и тем более, зачем им ещё ВК? Twitch на данный момент можно назвать именно международным монополистом в сфере стриминговых сервисов. Он постоянно развивается. На Twitch постоянно появляются какие-то новые фишки, новые разделы для трансляций, новые возможности. Они даже наконец-то начали уходить с устаревшего флэша на нормальную, новую, не совсем новую, но всё же нормальную технологию HTML5. Однако, сразу стоит упомянуть минусы Twitch, чтобы вы не думали, что я пытаюсь Twitch назвать каким-то прям идеальным стриминговым сервисом. Нет, Twitch далеко не идеален. Первая причина – ограниченность битрейта. Например, на YouTube можно стримить с битрейтом в 10 тысяч, а вот на Twitch максимальный битрейт позволяет делать 3500. И вторая проблема – сервера. Эта проблема касается конкретно российского сегмента. В России нет серверов Twitch, и поэтому приходится соединяться с европейскими серверами. А так как они находятся от нас достаточно далеко, связь получается не идеальная. И ещё один маленький нюанс насчёт битрейта – если у вас нет партнёрской сети и вас смотрит мало людей, то и даже 3500 вы не поставите. У вас будет постоянная буферизация, будет падать трансляция, и никто вас смотреть не будет. Но давайте вернёмся к нашим баранам. Давайте вспомним то, как Google рекламировали свой сервис YouTube Gaming. Они его представляли как совершенно отдельный ресурс, который будет заниматься именно стримингом видеоигр. Однако, когда он вышел, выяснилось, что это всего лишь внешние изменения. То есть, всего лишь поменяли интерфейс. Даже, простите, не интерфейс. Дизайн. Дизайн поменяли. А вот весь функционал остался всё таким же топорным и неудобным. Как это ни странно, но до сих пор на главной странице YouTube нет кнопки для перехода на дизайн YouTube Gaming. Про все остальные проблемы YouTube мы уже говорили в предыдущем видео. Если вкратце, то плюс стриминга на YouTube Gaming заключается в том, что вы можете выставить битрейт в 10 тысяч. И даже если ты из России, то у тебя связь и картинка будут стабильными. За редкими исключениями. И вот тут мне кажется, что как раз ВКонтакте наступает на те же грабли YouTube. Теперь посмотрим с положительной стороны. Упоминая все минусы отвеча, это связь, битрейт. И минусы YouTube. Топорный функционал, неудобный чат, появление YouTube героев и прочее, 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 прочее. Возможно, что на фоне этого ВКонтакте сможет представить нечто новое и удобное. Если они учтут все минусы вот этих вот сервисов и уберут их из своего сервиса, если они у них там вообще есть. Но при этом оставят плюсы как YouTube, так и Twitch'а. То конкретно на территории России и вообще стран бывшего Советского Союза, они могут создать определенную конкуренцию Twitch'у. Только учитывая, как в последнее время работает ВКонтакте, учитывая новый интерфейс, который многим пришелся не по вкусу. Учитывая, как у них в последнее время то аудиозаписи отваливаются, то фотографии отваливаются, то еще что-то отваливается. Как бы так ни получилось, что ты сидишь, стримишь, и тут бац, у тебя вырубается стрим вместе со всем ВКонтактом, вместе со всем интернетом, и начинается конец света. Дуров, верни стену! Ну и теперь давайте посмотрим с практической точки зрения. Знаю одного стримера, у которого уже появилась возможность стримить при помощи сайта ВКонтакте, но при этом он постоянно стримит на Twitch'е. Единственный раз, когда он стримил во ВКонтакте, это когда его аккаунт на Twitch'е был заблокирован. Не помню, что там была за причина, но на Twitch'е был канал заблокирован. И он провел трансляцию во ВКонтакте. Как только Twitch разблокировали, он вернулся туда. Он не остался во ВКонтакте. Дело в том, что люди уже привыкли к тому, что они уже имеют. Тем более, что Twitch существует не первый год. Он уже хорошо продуман, на нем людям удобно. И я еще раз повторюсь, люди просто уже к нему привыкли. Да, и еще у Twitch'а есть одна очень интересная особенность. Это, я считаю, достаточно хороший и интересный плюс. Играя на Twitch'е, вы можете познакомиться с иностранной аудиторией. У меня, например, на стримах иногда попадались люди из Америки, из Канады. И ведь интересные люди, они потом приходили ко мне на стримы еще, общались, было интересно. А вот внутри ВКонтакта так не получится. И еще один плюс Twitch'а. Там, опять же повторюсь, можно получить партнерскую программу. Вот от ВКонтакте я пока этой информации не слышал. Хотите ли вы стать партнером Mail.ru? Недавно видел в Твиттере у еще одного стримера и блогера о том, что у него тоже появилась эта возможность. Только вот он ей даже пользоваться не собирается, просто потому что, опять же, повторюсь, на Twitch'е ему комфортнее. Он привык. А вот с человеческой привычкой бороться-то тяжело. Вот мы и подошли к главному окончательному вопросу. Кому нужен еще один стриминговый сервис? Особенно во ВКонтакте. Когда уже есть Twitch и есть YouTube Gaming. Киберспортсменам, как заявляют сами ВКонтакте. Ну, если только за какие-то высокие гонорары, как мне кажется. Обычным стримерам сомневаюсь, что многие променяют Twitch на ВКонтакте. А что вы думаете по этому поводу? Свои идеи пишите в комментариях под этим видео. Если вам было интересно, то ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, зовите друзей, вступайте в группу ВКонтакте и подписывайтесь на Twitch-канал. На этом все. С вами был Артем. Всем всего хорошего. Пока.